привет ребята опять мы продолжим путешествовать по латвии ну как видим уже сзади приближается осень уже не тепло на улице а мы по лету ну как я прошлое видео обещал вам поляну для кемперов где собирается и живут там по несколько дней там по неделями даже по моему да там даже солнечная система своя и не надо электроснабжение будет все будет в этом видео с утреца проснулись цессис и поехали большому брату юсту брату большому сыну скажем так и там мы провели почти полный полный день сначала поехали к нему а потом уже поехали рядом в городе 20 баллы был праздник праздника в городу праздник там всякий такой базарчик ну да ну где ребята что делает дома везут на этом базаре и продает ну как говорится короче взяли и поехали туда базарчики погулялись посмотрели что продает и белок отлично пообщались с большим братом юст я пообщался посмотрел как он живет и поехали на поляну у нас пока ехали туда мы уже знали что поедем у нас я несет приглашение прислал и когда ехали пришел шел видео вот сделаю приставочку поставлю вам видео какое пришло так вот мы так вот отдыхаем здесь у нас склад продовольствие в холодильник стоит работает все вот наш палатки отдыхаем это у нас вовно место как говорят вот наши бусики пошли еще палатки вместо еще есть кто-то уезжает как приезжает вот это у нас прицепчики на них катерочки вот эти приехали где-то есть резиновые лодочки где-то были один катер еще не расчехлили еще утро маленький расчехлен что кто хочет причальчик у нас тут есть сделанный это где обратно где обратно то есть тут можно и купаться и сейчас еще берег чистим еще подстригаем бережок будем делать шире немножко выход так погода отлично ну водичка такая зелененькая конечно это озеро кто хочет приезжаем координаты тоже будут а потом уже приехали сразу кататься на лодке давай да вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, весь день вечером, ну, мы к вечеру приехали, весь день заняты, очень насыщенный, и леги спать. А дальше я уже взял камеру и снял и лагерь, и уловное место и так далее. Ну, еще один видео я взял от Яниса, от чата, тоже ставлю, где я уже на месте на следующий день. А вообще, вот у нас на данный момент такая вот обстановка примерно. Ну, это уже пару машин еще уехало, еще кто-то должен приехать. Насчитывали где-то час назад 40 человек, но, может, кто-то уехал, кто-то приехал. На тот берег еще у нас поехали. О, квадрики к нам приехали, насквозь проехать. Вот. Вот Юрис сидит. Это проезжие, а вот наша. Там еще три машины стоит, или две. Так что ждем, если что, если кто хочет, приезжайте. На завтрак у нас мясо, огурчики, кофе, чай. И вот мы стоим. Такое, кемперов. Доброе утро. Вот так мы спали. Это солнечная система и питание для лагеря. В нашем лагере. Ребята еще просыпаются. С утра кофе. Очень классный, такой, уютный вечерок был. Длинные ноги, и мне пришлось съехать в сиденье, чтобы... А что я увижу, если я съехал в сиденье? Не говорю, да. А не за герчаном, но... Короче, как я. Мангальчик, дерево сидит рядышком, собрали. И они отдыхают тут. Ну, мы просто приехали там, собаками. Приехали на Денок, но они тут неделю живет. Вот такой лагерь построили. Два троса натянули. И маленькие поперемички. И вот большой лагерь сделали. Ну, тут соблюдается, я понял, что... В принципе, свои. А, мы отдыхаем у озера. Здесь будет, вам будут координаты. Описание, какое озеро, да? Ну, все так уютно, мило. И по-дикому. Красота. Питания здесь нет. Электричества здесь нет. Все, что делает, делает освещение с автодомами, с солнечными батарейками и генераторами. Я покажу генератор. У них даже холодильник есть. Генератор настроен по-маленькому. Он по чуть-чуть и там пурпит. И поддерживает холодильники. А все гаджеты, все, на эту систему приходят. Носят там свои пауэрбанки, камеры, фотики, телефоны и заряжают. Вот так живет. Круто. Мне очень понравилось. Ребята классные. Компания классная. Вот. Просыпаемся. Отливаем глаза. Чешемся. Зубы чистим. И уже, наверное, будем смотреть. По солнечной системе. Правильно. Кто его изобрел, кто сделал, я сниму вам осмотр. Ну вот, холодильник у ребят. Здесь вообще-то все пайка, да, как говорится. И тоже заряжает. Генератор подключает. Он пока еще холодненький. Но когда он начинает открывать, закрывать, чтобы нагнать температуру, подключая генератор. Если большой такой, 6-киловаттный, но он, в принципе, на холостые работает и громкий. Но есть маленький. Сейчас пойдем, покажем. По проводу будем следить, куда он ходит. Вот такой двустотный генератор. Очень-очень тихий получается. Очень похож, как у меня. Это шар. Ну, скручен на обороты. Он тут бубнит по чуть-чуть. И холодильник хватает. Ну, это весь лагерь автономный. И вот еще один провод приходит. Тут солнце и этих батарейок. Вот 12-й такой стекланные трубки. Ложатся, но очень хорошо ночью. Просто тут акламатор стоит. Его заряжают. И светит у нас. И в этом году. И в этом году. ты паник и 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 ну ребята вот расскажем сейчас солнечная ферма у нас как какая как она работает его и сделал женя но он сейчас ушел прогуляться и расскажет янкина брат да я не сове уже знаете по полигу видео ну плюс-минус он тоже все знает и расскажет как тут устроен ну рассказываю процесс процессе эксплуатации как бы собрали мы их из говна и палочек чё у нас значит здесь есть у нас где панели сами словно по моему по 60 евро на купил так они там дороже стоят но в общем их душно они выдают 40 вольт не помню сколько там этих патентов что-то дают короче начнешь поскольку они амперность считается надо смотреть не помню 15 ампер или это будет у короче вот такой вот такая вот фишка в чем мы берем от них 40 вольт взяли вот немножко знать кобра немножко старых аккумуляторов от такси смертных которые уже машины запускают за параллели всей качаем накачиваем в них батареи они так же самые являются и стабилизатором тока то есть у нас батарея подключена прямую к аккумулятору вторая только идет к дополнительная с блоком управления идет перезаряди она отключается в недозаряди включается их дополнительную а это на постоянку включена как бы на ночь холодильник хватает идет если что-то более серьезное подключать тут конечно должна что-то переделать но получается одна с одной стороны змеи подключена напрямую да а второй вторая вторая регулятор регулятор я понял на 12 7 он если допустим просаживаться батарея он включается если идет перезаряд на 14 4 отключается батареи то есть ну тут это все регулируется китайский да 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 такая штука ну рабочая схема работа все работала сейчас панели она дает 40 до натора стабилизирует 13 9 до очень хорошо даже такой кобры еще подключены все холодильники зарядки телефон еще пока солнце идет ряд работает инвектор подключен да здесь заряжается аккламаторы видите в избе потом лампочки 13 вольт на входе на инвертор вот вот такая солнечная система как говорится из говна палок аккламатор старый просто не сдавает на утиль просто вот подсоединяет какой-то он накапливает энергией и холодильник днем работает вечером ну да ну помыли заправили банки водой какие-то какой-то один аккумулятор друженька говорит что он душит остальные как его выявить пока непонятно надо по одному отсоединять и подключать через интернет и проверять обычную зарядку проверить их пронумеровать их все проверить показания и как где будет больше отличаться наверно только муляторы будет это потом ну все отлично главное работает вот такая солнечная ферма здесь лагеря все по-дикому никакое электричество все своими силами и солнце помощи ну тебя спасибо а мы еще сегодня пройдемся посмотрим один вагончик хорошие батарейки тяжелые на отлично спасибо тебя за информацию может кому-то пригодится Вот такие они кемперисты Собираются И каждый год там тусуются Молодцы Вот такие отличные ребята И главное Таких как у меня Чужиков приняли Пригласили Показали Вообще отлично Как вам такое Если что вы знаете что делать Пишите И рассказывайте может свою историю А следующий Мы сделаем На Янкина кемпер Обзорчик Ну он согласился И я с вами поделюсь с радостью Ну вам ребята Спасибо что посмотрели Удачи до следующей серии Давай чао Субтитры сделал DimaTorzok Because you're everything to me Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok